продолжаем прогулочки по риму продолжение красоты декабрьская суровая зима по римски среди зеленая травка сосны солнышко естественно сейчас нет плюс 15 плюс 18 на рву также январе также феврале днем 15 18 и в основном преобладает солнышко купола мы видим дальний купол этот собор святого петра это ватикан самый дальний да это его уже так сказать родственники которые помладше и поменьше считается что квартиру вот левее теперь иметь это купила софи лорен когда-то вот здесь вот это два верхних этажа еще десять лет назад по крайней мере она была ее ничего себе сейчас возможно уже там сменились я уже не вникал не фиксовался там солнце там не видно внизу старший брат колизея называют так два нижних яруса это театр марсео драматический театр древнего рима ему 2000 лет уже исполнилось чем старший брат колизея через 67 лет будет 2000 через 67 лет будет 2000 лет приезжай на юбилей дедушка сергей приглашает дедушку анзора на юбилей колизея на юбилей колизея да вот такие вот друзья вещи тут происходят и посад собора которому 700 лет святой марии капиталистской современное название 20 тамекин появилось санта мария арачели то есть в переводе жерзиник небесный но в принципе как-то более привычно называть святая мария капиталистка и так его и называют в этом храме хранится икона которую называют тоже святой марии капиталистка иконе почти тысячу лет эта икона спасла рим модно чумы 1349 году то есть одна из чудотворных икон и как раз это же храме является одним самым популярным для венчания что он напомним он построен над храмом юноны для нее римский туда смогли заглянуть заглянем да 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 как полный вперед как ты скажешь среди все римские церкви все разные все разных эпох пожалуйста то есть у них то есть вести похи даже разные да конечно самые древние храмы время им 1500 или 1600 это их называет базилики константина этот храм почти 800 лет то есть 1280 например смотрите внимание колонны разных языческих храмов естественно но чем мы говорили разбирали храмы строить новые это единственный пример такого года в риме все-таки старались подбирать более-менее одинаковые колонны когда-то икона о которой мы говорили чудотворность в той марии капиталистской вон она над алтарем там дали которая спасла рим от чумы в 1349 году был крестный ход с ней и потолки внимание на потолсонные серьезные таких время он наверно 30 минимальные эпохи возрождения задки сон и квадратики деревянная с позолотой техника это из древнего рима здесь что при ней риме из римского бетона делали пантеон который ты на не сходил я пантеон был ну еще ходить подрать и да 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 кисон как раз бетонные 1800 лет назад это юная юная уже в эпоху возрождения а возродилась как вы или потому что уже когда-то было время вот эти пчелки например этот семьи барбарини а барбарини три пчелы было выбран из этой семьи папа урбан восьмой 1623 году папа пчелкин папа пчелкин да он много строил всего 20 лет был папа и всюду оставлял естественно своих три пчелы автограф будем спускаться по лестнице которая была построена в 1349 в дар деве марии после окончания чумы после окончания чума она считается что этот мрамор для ступенек брали из колесея и ипподрома а скамеечка на которых раньше сидели зрители откуда еще брать средневековье а ипподром это где находился тоже рядом с колесеем а уйдем на колесея но его уже нет там просто поле поле для наших людей в риме нет синагога да да друзья для для моей банды синагога вот здесь сюда ближе к нам вот от синагоги за этим прям домами там квартал гетто вот так называют там кошерная кухня и как далее у меня когда туристы из израиля там из америки любят там побывать туда-да как кошерная такая первая синагога в риме была построена две тысячи лет назад в районе трасс тэвери за рекой то есть история христианской общины в европе еврейская естественно из рима тоже начинается они из парижа праги там и это тоже время и первая синагога две тысячи лет назад уже иудея это была провинция римской империи поэтому естественно сюда приезжали в том числе например не забывать что апостол пётр руководитель христианской общины в риме тоже пришел к провинции иудеи тоже проживал здесь возбавил здесь христианскую общину апостол пётр был казнен потом последствии здесь у нас исторические события здесь не детские развивались историй христианство отсюда и пире отсюда ну все это знают я просто иногда тот бывает читал не те культурную литературу напоминаю что всем известно друзья мы всего лишь напоминаем для меня же конечно это все можно сказать почти впервые потому что все то что я читал все это перемешалось и абсолютно находится в большом хаосе но теперь будем по полочкам раскладывать для этого иногда кто приезжает в рим хотя бы начале нужен человек который может поможет профессионал профессионал может римом любоваться можно самостоятельно потом когда уже знаешь когда понимаешь рим приятно возвращаться и желание увидеть римское солнышко есть какая болеть заболеть говорят термин заболеть криво у меня уже не десятки на сотни семей здесь 13 лет деятельности возвращаешься в рим сами уже иногда звонят где-то новые туры хотят загородные особенно просто вращаясь чтобы побыть в риме походить по улочкам солнышко впитать открыть для себя что-то новенькое это все мы воды поем римом друзья вот так вот должен признаться что я тоже римом заболел поэтому если вы захотите кто-то если захочет приехать в рим и вам нужен будет профессионал своего дела который вам покажет что здесь к чему это сергей для нашей банды для пачанговца все это естественно бесплатно для отзор тебе но я вам дам координаты где по-хорошей по-хорошему договору по-хорошему да так грация грация да вот пока выключаюсь координаты вообще будут в посте где мы будем показывать рим смотрите анзор тв двигаемся в голливуд солнечной филифорнии